История проведения подобных форумов глубока. Музыкальные соревнования проводились и ранее, однако в 2018 году конкурс стал именным. В 2017 не стало знаковой личности преподавателя Валерия Григорука. Его имя и было решено увековечить в названии форума. Мы обратились к администрации с просьбой сделать конкурс именным. Администрация пошла на навстречу руководства. И с этого года этот конкурс будет носить его имя. Главная цель конкурса – дать возможность юным исполнителям испытать себя. Сложно переоценить важность выхода на конкурсную сцену для человека и искусства. Задача у нас всегда одна – дать возможность юным исполнителям испытать себя в творческом конкурсе, набраться определенного какого-то опыта, послушать себя, послушать своих соперников. Для преподавателей это встречи, контакты, обмен мнениями. Ну и, конечно, в некоторой степени наша профориентационная работа. Мы имеем возможность отследить, увидеть лучших, интересных, где-то взять их на карандаш и дальше уже вести по жизни с целью того, чтобы ориентировать их на поступление в музыкальный колледж. География участников – вся Брестская область. Это ученики музыкальных школ и школ искусств, а также учреждения образования с музыкально-эстетическим направлением. Более восьми десятков человек. Я играю уже пять лет на кларнете. Ну, мне это нравится. Ну, музыка – это как-то для меня как-то хобби. Сложно это дело – музыка? Ну, не скажу, что сложно, но если тебе нравится, если ты хочешь играть на инструменте, то это для тебя будет несложно. Это будет как хобби, увлечение. Играю на тромбоне, уже пятый год пошел. Ну, интересно, нравится играть. Очень как бы развивает. Свою будущую профессиональную жизнь, видите, связанную с музыкой? Да. Как бы хочу стать преподавателем тромбона, духового инструмента. Хочу здесь, может быть, здесь начать учебу, именно в колледже этом. На конкурс почему приехали? Для чего? Чтобы победить, чтобы показать, что я умею. Ну, и учитель гордился. Песа бы гордился. Волторна, флейта и труба, кларнеты, саксофон, баритоны и тромбон. Ударные. В конкурсный день можно было услышать немало инструментов. Участники, несмотря на волнение, подарили слушателям немало приятных минут. И сами наверняка получили удовольствие от выхода на сцену. А значит, мероприятие удалось и будет иметь продолжение. Продолжение следует...